Воздушный насос Воздушный насос – это устройство, позволяющее перекачивать воздух или какой-нибудь другой газ из одного объема в другой. Роль одного из этих объемов может играть атмосфера. Если заполнять атмосферным воздухом замкнутый сосуд, воздух в сосуде будет уплотняться, и его давление увеличится. Если откачивать воздух из замкнутого сосуда в атмосферу, воздух в сосуде будет разряжаться, и его давление уменьшится. Если откачать из замкнутого сосуда почти весь воздух, пространство внутри сосуда станет безвоздушным. Такое безвоздушное пространство называют вакуумом. Конструкции всех насосов основаны на одном и том же принципе. Нам нужно каким-то образом забрать порцию воздуха из одного объема, перенести ее в другой объем и выпустить там. Рассмотрим простейшую конструкцию механического насоса с поршнем. Пусть два сосуда соединены трубкой, а внутри этой трубки ходит поршень. Когда поршень идет вправо, он уплотняет воздух в правом сосуде и разряжает в левом. Когда поршень идет влево, он уплотняет воздух в левом сосуде и разряжает в правом. Чтобы поршень позволял перекачивать воздух из одного сосуда в другой, сделаем в нем односторонний клапан. Когда поршень идет вправо, клапан открывается и воздух проходит через поршень справа налево. Когда поршень идет влево, клапан закрывается и воздух через поршень проходить не может. Периодическое движение поршня вправо-влево позволяет перегонять воздух малыми порциями из правого сосуда в левый, что нам и нужно было сделать. Именно так работает груша для подкачки медицинского тонометра. Концевой клапан запирается, когда мы сжимаем грушу, и воздух проталкивается внутрь манжеты. А когда нажим ослабляется, воздух через концевой клапан вновь заходит внутрь груши. А этот небольшой ручной насос предназначен для подкачки мячей или велосипедных шин. Накачаем с его помощью воздушный шарик. Насос работает, но его производительность весьма невелика, да и больших давлений он тоже создать не может. Давайте посмотрим как этот насос устроен. Открутим крышку и извлечем поршень. Воздух из шарика не сдувается, очевидно его что-то удерживает. Выкрутим трубку и воздух тут же сдуется. А вот и клапан, он совсем маленький. Вкрутим трубку обратно. Кстати, а как воздух попагает через трубку внутрь шарика. Он входит через боковые отверстия на поршни, прикрытые двигающимся резиновым кольцом. Вставим поршень на место. На торцах цилиндра есть окошечки, прикрытые своими клапанами. Когда мы продвигаем поршень внутри цилиндра в одну или в другую сторону, воздух из одной половины цилиндра проталкивается внутрь трубки, а другая половина цилиндра заполняется атмосферным воздухом через свой торцевой клапан. Еще один поршневой насос, называемый насосом Камовского, имеет более внушительные размеры. Внутри он заполнен машинным маслом, поэтому разбирать его мы не будем. Таким насосом можно понизить давление в откачиваемом сосуде по сравнению с атмосферным в 2000 раз. Правда, для этого придется крутить ручку очень долго. Сейчас насос присоединен к подставке вакуумного колпака, из-под которого мы будем выкачивать воздух. Резиновую прокладку между подставкой и колпаком мы смазали вазелином, чтобы воздух не просачивался внутрь. Положим на подставку слегка надутый воздушный шарик и накроем его колпаком. Второй воздушный шарик мы присоединили к выходному шлангу, чтобы видеть, сколько воздуха вышло из-под колпака. А теперь начнем крутить ручку насоса. Как видно, мы выкачали из-под колпака заметную часть воздуха. И посмотрите, как сильно раздулся шарик под колпаком. Дело в том, что давление внутреннего воздуха продолжает раздувать шарик, а уравновешивающее его наружное давление сильно упало. Перекроем вентиль и снимем шланг. Откроем вентиль. Воздух зашел под колпак, и шарик вздулся до своего исходного размера. Осталось понять, почему насос работает так медленно. Допустим, что нам надо откачать объем воздуха в 1 литр, а за каждый оборот колеса насос откачивает объем в 0,01 литра. На первый взгляд может показаться, что за 100 оборотов насос откачает весь воздух полностью. Но посмотрим на этот процесс более пристально. Допустим, что за 50 оборотов мы откачали половину воздуха. При этом оставшаяся половина воздуха займет весь объем сосуда. Чтобы откачать половину этой половины, придется сделать еще 50 оборотов ручки. И опять оставшаяся четверть займет весь объем сосуда. Чтобы откачать половину этой четверти, снова придется сделать 50 оборотов ручки. Этот процесс будет повторяться вновь и вновь. Так что с помощью такого насоса откачать весь воздух мы не сможем. Разве что, когда дойдем до последней молекулы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова